ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! О, так лучше. Привет, друзья! С вами Ярий Кастий и... Прикольный сегодня будет сюжет. Вернее, сегодня, сейчас тему сюжета подкинул мне вопрос, который задали под одним моим видео. Как разделить каналы в тракторе? Ну, то есть, у вас есть просто один ноутбук или один компьютер, и он там со встроенной звуковой картой. Да, что вы можете делать? Это подбирать скорость в тракторе, когда вы будете слышать оба трека вместе. Так, так. Это прикольно и не прикольно. Прикольно то, что вы можете подбирать скорость, вы что-то можете делать, не вкладывая денег и не покупая оборудование. А не прикольно в том, что иногда из-за вот этой каши, из-за того, что оба трека играют из одного источника, не слышно ничего, да? Трудно сделать какие-то выводы, трек опаздывает или спешит. Так вот, этот сюжет о том, как разделить каналы. Вот в таком случае. Встроенная звуковая карта, компьютер, трактор и что делать? Разделить каналы. Чем это будет хорошо? Тем, что, допустим, один трек будет играть в наушнике, а второй трек будет играть из колонки, да? И тогда, из-за того, что звук из разных источников, то банкать будет раздельный звук и можно будет быстрее сориентироваться, где банкает медленнее, где быстрее. Ну, некоторые, конечно, не вообще. И мы считаем, что еще хуже, когда раздельный сигнал, они вообще теряются, потому что мозг как бы раздваивается. Одна половина мозга уходит туда, другая туда. Кому как, выбирайте для себя. Но вот кто хочет разделить сигнал, вообще я сначала ответил, что нет. Нельзя. То есть должна быть карта, которая поддерживает хотя бы... У которой есть два стереовыхода. Один выход вы делаете, прописываете в настройках, идет на монитор, то есть на наушники, а вторая... Второй выход идет на колонки, на мастер, на эфирный сигнал. Потом подумав, есть один способ, он немного такой своеобразный, из цикла, как сделать из говна пулю. Но он работает. Что для этого нужно? Вот у нас есть исходный ноутбук. У меня будет просто ноутбук. Что нужно? Нужен провод. Ну, желательно провод, в который будет втыкаться обыкновенный джек-удлинитель. Здесь у нас джек, а здесь вход в джек. Ну, просто удлинитель для удобства. Потом волшебная хрень с радиорынка. Вот такая вот хрень с радиорынка. Что это как бы раздвоитель для джека. Очень классная штука, когда у тебя один плеер, ехать в поезде 7 часов, а послушать хочет 2 человека. Берете, втыкаете в плеер и из двух наушников наслаждаетесь музыкой. Не надо вот это... Не дергайся, вырываешь. Есть. Что дальше? Ну и трактор. В тракторе прописываем... Делаем так. Что мы сделаем? В общем, суть в чем? Можно сигналы раздвоить. То есть сделать так, что на монитор будет, допустим, идти правый канал, а на мастер левый канал. Что будем иметь на выходе? Будет играть одна колонка, а в наушниках будет играть одно ухо. Но все-таки сигналы будут разделены. В принципе, когда джеки вот так вот, ну, когда подбираешь скорость, то у тебя одно ухо снято, а ты слушаешь только одно. Логично? Логично. Ну, то, что будет играть одна колонка, конечно, минус, но, блин, будете без стереоэффектов. Зато будут разделены сигналы, и можно будет попробовать подбирать скорость при раздельных сигналах. Итак, вот я сейчас в это видео еще монтирую видео, ну, такое скрин, скрин видео, снятое с экрана, где там прописать какие настройки. Вот. И на выходе будем иметь результат. Это я был... Это был я. Это был я. Это был я, Рикасти. Вот. Сейчас будет еще... Я вот сейчас домонтирую там такую хренатень. Забыл это... Короче. Настройки. Там несложные настройки. В принципе, я думаю, вы сами их находили. Вот. Но так, чтобы точно продублировать, точно все показать. Я покажу, что там куда тыкнуть. Там все просто. А, да, и еще запомните. В тракторе есть два режима. Интернал и экстернал. Внутренний и внешний. Это имеется в виду, что вы или работаете с внутренним микшером тракторовским, программным микшером, или у вас внешний микшер, ну, железный есть микшер, да. Так вам надо выбрать интернал. Вот. Это в аудио настройках. Ну, короче, все будет... все будет дальше. Смотрим.